Каким вы вообще себе представляли городец? Не утомил ли он вас своей жарой, патриархальностью? Патриархальностью нельзя утомить меня, человека воспитанного в патриархальных традициях. Жарой, конечно, но не буду врать. Вот люди собрались на разговор, сидят, мне кажется, все немножко уже подзажарились. Жарко. Даже, я бы сказал, душновато. Но из-за того, что влажность большая, я так понимаю. А так, конечно, прелестный город. У вас с Владимиром Владимировичем очень разные амплуа, и телевизионные, и сценические. И тем не менее, как вам работают все вместе? Не давит ли на вас авторитет Познера? Я бы сказал, так, поддавливает, поджимает. Под, знаете, так, немножечко под... Ну, стараясь, так, он зажиме, но существует странно. А почему выбрали городец? Вы знаете, вот это Владимир Владимирович, что-то надо сказать, почему выбрали городец. Ну, мне кажется, что это вполне логично. Владимир Владимирович, извините, а почему мы выбрали городец, спрашивали. Представитель средств массовой информации городца. А в Брукселе очень много названий. Да, вау. И как вынули, и там попался городец. Ну, по Волге. Нам нужен был небольшой город. Мы хотели не только большие города, но и малые. Ну, и как-то история такая, древний очень город с традициями. Вот хотелось... Мы, может, правда, приедем. В сентябре уже на машинах будем ездить и будем заезжать тоже в малые города. Ну, вот среди них городец. Меня очень впечатлили люди, которых мы встретили. Мы... У нас несколько героев, мы с ними встретились. Вот людей сейчас мы поговорим здесь. Я до сих пор не понимаю, кто из городца, кто из Нижнего Нового. Это здесь понять сложно пока так. Вот. И что у меня? Очень красивые дома у вас. Не все они в очень хорошем состоянии, но очень-очень здесь симпатичны. Вот так я сказал. Мне это очень нравится. Я люблю река красивая. Это меня впечатляет. Владимир Владимирович, а вас? Ну, вы знаете, я столько деревянных домов никогда не видел. Тут город был почти весь деревянный. Вот не видите, конечно. Но это, в общем... Я сам задумал, так как люди в них живут. Сейчас оканчиваем последний вопрос. Я, конечно, человек абсолютно городской, в общем, больших городов. И я не очень понимаю, что такое жить в таком доме, в котором... Ну, все по-другому. Я пока не очень представляю. Это мне интересно. Мне интересно. Мне интересно, насколько люди, живущие в таком городе, отличаются от, скажем, человека не от этого москвичей, но от человека, живущего в большом, там, миллионном городе. Насколько это накладывает свои отпечатки. Мне как-то сказали, что, ну, мы не смешные. Мы не смешные, но гораздо спокойнее. Вот такие общие слова. Нам еще предстоит как-то... Не нам, мне предстоит еще как-то понять. Владимир Владимирович, вы очень любите задавать в своих передачах своим гостям вопросы провокационные немножко. А вот скажите... Можно я вам скажу? Вот я всегда говорил так. Провокационные вопросы – тот, который тебе не нравится. Вот называется провокационные. Я не задаю провокационных вопросов. То есть я задаю вопросы, которые не нравятся. Это само собой. Но это, как вам сказать, это правило игры. Так что поражался. А о чем бы вы спросили представителей органов местного самоуправления вот такого маленького городка, если бы они вдруг стали гостями вашей передачи? Ну, знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я слишком мало знаю пока. Все-таки мне надо было бы тут походить, поговорить с людьми. Вот сегодняшние вопросы, может быть, что-то мне подскажут. Потому что как я могу? Я тут не живу, а тут... Да? Ну, здорово. Я бы спросил органы местного самоуправления. Они встречаются вот так же, как мы с жителями городца и выслушивают предложения для того, чтобы границ был лучше.